МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Снова программа «Город женщин», снова мы и опять дуэтом. Аня, здравствуй! Здравствуй, Оля! Ну что, я все-таки думаю, что скоро наш дуэт будет разбитый. Нас опять будет трое, трио, так сказать. Но это все еще в будущем. А пока, Анечка, о чем мы сегодня беседуем? Какая тема программы? Ну, мы сегодня говорим о новом, о новых открытиях. Я думаю, что каждый день, каждый человек, ежесекундно открывает для себя что-то новое. Каждый человек, который приходит, каждая ситуация, которая приходит в жизни для человека, является какой-то, ну, неоценимой. Возможно, очень важной информацией. Да, которая будет ему потом обязательно нужна. Да, если бы только знать, соломки пустили, как всегда. Ну, ладно. Кстати, напомню, что кроме того, что информацию нужно принимать, нужно уметь ее еще и фильтровать. Но об этом мы тоже с тобой поговорим, я думаю, сегодня. Пока же вы видите, что мы стоим возле замечательной такой стоечки, и все это великолепие будет представлено в рубрике «Ностальжи». Мы сами очень ждем этого момента. Нам интересно знать, откуда, кто, когда, зачем самое главное. И, кстати, новый набор. И это новый набор. Ну что, еще раз всем доброго дня. Ну, а перед тем, как мы пригласим в студию нашего гостя, мы хотим вас позвать за мечтой, следовать за своей мечтой. Именно об этом наш следующий сюжет. Привет, город женщин! И это я, Ольга Куликова, тревел-блогер. И сегодня мы с вами поговорим про тревел-фотографию. Помните пленочные фотоаппараты, где было всего 36 кадров, и нам приходилось каждый раз думать, чтобы потратить его с умом? Сейчас же наши фотоальбомы измеряются не в килограммах, а в мегабайтах. И все фотокарточки хранятся в Инстаграм. И именно поэтому мы сегодня поговорим, как сделать красивый и качественный снимок для вашей социальной сети. Уверена, каждый из вас хочется привести из путешествия незабываемой и яркой фотокарточкой. Поэтому сегодня я вам дам несколько советов, как сделать их незабываемыми. Просыпайтесь пораньше. Лучшие кадры получаются при естественном освещении, но в то же время желательно, чтобы свет был мягким. Для этого идеально подходят утренние и вечерние часы, когда солнце не в зените. Еще один аргумент в пользу раннего подъема. Даже в популярные туристические места люди в основном приходят после завтрака. Встаньте на рассвете и сможете сфотографироваться на пустынном пляже или на красивой дороге без машин. Забудьте про скромность. Почувствуй себя свободным и озорным ребенком. Залезай на деревья, карабкайся на камни, стой на голове. Во-первых, это весело само по себе, а во-вторых, это гораздо интереснее, чем просто фото на фоне достопримечательностей. Ищи интересные текстуры и яркие цвета. Когда хочется поделиться своим красивым выходным нарядом и широкой улыбкой, однотонный минималистичный фон не отвлечет на себя внимание, а подчеркнет вашу персону. Особенно классно смотрятся снимки на фоне ярких стен, цветущих живых изгородей или плитки с повторяющимися замысловатыми узорами. Смотри по сторонам, заходи в неприметные закоулки и исследуй город. Забирайся повыше. Самые захватывающие виды открываются перед глазами, когда вы забираетесь повыше. И обозревайте бескрайние пейзажи, будь то горы, море, фьорды или пустыни. Чтобы передать на снимки глубину и мощь производимого местом впечатления, есть простое правило. Природа большая, а человек маленький. Смотреть в кадр совершенно не обязательно. А даже наоборот, лучше взглядом и всем сердцем устремиться в бесконечно далекий горизонт. Делай много снимков. Если вы и ваши попутчики не обладаете даром фотографирования, просто делайте много кадров, чтобы было из чего выбрать. Быстренько посмотрите получившиеся снимки, не уходя далеко от места. Вдруг до идеальной фотографии вам не хватает небольшого поворота головы или одного шага в сторону. Будет очень жаль обнаружить это вечером в отеле. Надеюсь, вам понравились мои советы и в ближайшем путешествии вы обязательно их используете. А на этом все. До встречи. Пока-пока. После таких советов я просто в предвкушении нахожусь отпуска. Ну, не знаю, правда, буду за рулем, как я смогу фотографировать. Наверное, глазами только это буду делать. Я рада представить гостя, который уже в нашей студии. Это Елена Попова. Это основатель международного центра I Speak English. Здравствуйте. 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 Давно не видела вас. Очень приятно нам вас видеть. Ну, я так понимаю, вы работаете и зимой, и летом, да? Да, мы работаем круглосуточно. I Speak English. Изучение английского языка вообще надо постоянно изучать. Это как спорт. Постоянно надо практиковать. Это тренировка мозга еще, да? Это тренировка мозга, тренировка языка, да, конечно. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете летом? Летом? Ну да, летом у нас особая пора. Это действительно лето, как говорится, целая жизнь. И мы предлагаем летом летние программы уже. Вот в мае сейчас у нас заканчиваются основные курсы. Будут скоро у нас выпускной, свои в классах небольшие. И летом у нас начинается для детей, для подростков, для взрослых летние программы в двух наших центрах. Это вот на Каландрашвеле и в визовом центре по Петро Алексеева 5. А чем отличаются летние? От основных? Летние у нас отличаются, во-первых, сроком. Потому что понятно, что все равно летом люди хотят отдыхать. Поэтому это от двух недель до месяца. То есть это интенсивное, как бы, как говорят, английские сильно не надо учить, надо все время практиковать. И когда я спрашиваю детей, как они учились летом, они говорят, а мы разве учились? Потому что это как бы в игровой форме происходит. Чисто практика, то есть общение, игры на английском языке, что позволяют держать английский язык, как говорится, вот всегда. Ну и учителя, получается, как у вас, как всегда, получаются носители языка у вас. И летом, и в другие сезоны. Да, вот основное наше, как бы, отличие, это создана языковая среда в школе. То есть англоязычная среда. Мы сделали таким образом, чтобы сотрудники даже общались на английском языке. Поэтому, когда к нам заходят, ну, как бы, мы стараемся, чтобы это была языковая среда. Мы заходим в другую страну. Да, да, да. Мы должны уже начинать здороваться на английском языке, спрашивать, где наши классы на английском языке. Вот. И это все сохраняется в летнее время. Сохраняются, конечно, наши учителя. У нас в этом году семь носителей языка. Как никогда много. Да. Как хорошо. Да, много. Да, и носители языка из Англии. Это настоящие преподаватели, которые имеют сертификаты. И, кстати, наша компания имеет лицензии, и ребята, которые учатся у нас, могут получить вычеты. Налоговые. Налоговые вычеты, да. Как здорово. Извините, я немножко недопоняла. Только для детей и подростков или взрослые тоже могут летом? Для взрослых тоже, да, конечно. А, тоже есть. Только летом или круглый год? Взрослые? Взрослые круглый год. А, вон он. Мы работаем вообще круглый год. Да. Просто программы летние, они немножко другие, потому что понятно, что дети немножко устали от уроков, и у нас они проводятся в игровой форме. Мы туда включили очень много творческого. А где-то у нас будут прямо спектакли на английском языке ставиться. А где-то они у нас будут петь, танцевать. В общем, в общем, учителя у нас учатся. Ну, сегодня один такой пример урока мы увидим, да, я так полагаю? Да, сегодня мы вам покажем урок, ну, примерный урок, каким образом происходит все это. Ой, это хорошо. Вы за время вашей деятельности, конечно, выпустили уже немало и детей, и взрослых, но настало время хвастаться. Есть что-то, такие достижения, которые легли вам на душу, в сердце запомнились навсегда, наверное? Мы работаем уже седьмой год, завершаем седьмой академический год. У нас год начинается с сентября, как и во всех школах. И, конечно, у нас достаточно много успехов. Каждый месяц у нас обучается где-то около полторы тысячи человек. Ну, тысяча триста, тысяча четыреста, там более тысячи человек обучаются. И они ходят не просто так, они ходят, в основном приходят к нам по рекомендациям. И есть ребята, которые уже, конечно, успехов очень много, я сейчас все перечислить не смогу. Есть люди, которые поступили, есть кто-то переехал. Вот у нас постоянно проходят встречи людей, которые, обучившись у нас, куда-то поехали, поступили. Есть даже те, которые, ну, переехали. Ну, это такой очень благотворный опыт, на самом деле, да? Такая преемственность получается. Человек сразу видит наглядно, каковы могут быть успехи и чего можно достичь, по какой дорожке можно пойти. Да. Тут, наверное, вопрос в другом. С какими целями приходят? В основном, наверное, что-то сдать. Есть же... Да нет, если полторы тысячи человек, наверное, для себя тоже... У нас вообще мы занимаемся, начиная с детей от четырех лет. И они не только обучаются у нас в наших школах двух, но мы еще отправляем их на международные образовательные стажировки, да? Потому что, как вы знаете, что среда очень сильно влияет на знание языка. И в этом году у нас уже где-то летом мы предполагаем тоже более двухсот человек отправить за границу. Это такие страны, как Корея, Чехия, Англия, Канада, Америка. И в основном у нас, конечно, уже группы набранные, но это у нас тоже очень такой полезный опыт получается у детей. То есть они, обучившись нас год, они дальше едут уже изучать язык за границей. Как здорово. Ну что, давайте посмотрим урок, а потом вернемся к нашей теме. Хорошо. Приглашаем, приглашаем наших героев. Джеймс. Так, дети у нас... Представьте их, пожалуйста, кто у нас. Влад. Марк, Влад. Ай, Лана. Так, я надеюсь, вы помните, что микрофон надо всегда держать вот так, когда вы отвечаете, а? Так, ну все. Прошу, начинайте урок. Good morning. Good morning. Ah, so today we're going to learn about times on the clock, okay? Let's first start with the numbers. What number is this? One. One. Which one? One. Two. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Good. And now one by one. Ready? Yes. One. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Say this one. Three. 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 Aha. Very good. Now, we're going to look at some times on the clock here. Can you say this one? We say, it's... It's five o'clock. Aha. What's this one? It's nine o'clock. Mmm. It's eight o'clock. Eight. Eight. Hmm? It's dinner time. Yeah, to eat. Now look, we're going to put them here on the table, like that. And then here, there are some pictures of the time, and we're going to match them. So, for example, it's twelve o'clock goes with it's twelve o'clock. We're going to match them together. Okay? Like that. Hmm. Off you go. Okay. It's five o'clock. Что сейчас делают ребята? Так, они складывают карты согласно времени. Согласно времени? Да, сейчас идет обучение времени. Начинаем. Ну, правда, похоже на игру, да? Да. Да. Все это происходит всегда обычно. Это девять-десять лет у нас детишкам, да. Они у нас обучаются в наших. В школе. Мы закончили. О, excellent. Is that correct? Yes, it is. One more time. It's eight o'clock. It's nine o'clock. It's twelve o'clock. It's five o'clock. It's dinner time. It's two o'clock. Take this one again. It's twelve o'clock. Twelve. Twelve. Again? Twelve. 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 Good. All right. Now, I'm going to give you... Twelve. I'm going to give you a clock each. And you can move the hands like that. For example, it's eight o'clock. Move the big hand here. And then we move the little hand there. Mm-hmm. It's eight o'clock. It's six o'clock. It's five o'clock. Okay? Now, you take that one. You take that one, Vlad. And you take this. I will tell you the time and you move the hands. Okay, ready? It's ten o'clock. It's ten o'clock. Они сами будут уже... Да, они ставят время уже... Слыша как... А-а. Лисон им сказал, сколько времени они ставят. It's three o'clock. All right. And it's eleven o'clock. All right. One more. It's seven o'clock. Они уже год ходят. Они год ходят уже. Да, они из разных двух, кстати. And now you, you tell me, Vlad, tell me your time. And I will move the hands. It's five o'clock. It's five o'clock. Yes. All right. One from... What time is it, Mark? It's... Three... Half past three. Ooh. Is that right? No, no. Huh? Yes. Yes, it is. Yes. I don't know. What time is it? It's three o'clock. Like that? Yes. All right. All right. Now we're going to play a game. We're going to play a game called Mr. Wolf. Yes. Uh-huh. Do you know what wolf is in Russian? What's wolf? Wolf. Uh-huh. So my name is Mr. Wolf. Uh-huh. So I'm going to stand here. Over here. I'm going to face the wall. And you three are going to stand over there. You ask me, what's the... Hi, Mr. Wolf. And I will say it's two o'clock, four o'clock, five o'clock, and then you will take steps. If it's one o'clock, you take one step. If it's three o'clock, you take three steps. And you walk this way. But if I say it's... Dinner time. I will turn around and I'll run and catch you. So you must run back over there. Okay? So off we go. You three go and stand over there by the table. Let's see. Такой английский акцент. Да, Jameson. One second. What's the time, Mr. Wolf? It's one o'clock. Один шашок сделали. What's the time, Mr. Wolf? It's four o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's dinner time. All right, now. Now, flat you or Mr. Wolf? Так. What's the time, Mr. Wolf? It's nine o'clock. Nine. Девять шагов. Вы считали бы? It's nine. What's the time, Mr. Wolf? It's dinner time. Ну, понятно. Хитренький какой. Спасибо большое. Thank you. Спасибо большое. One more time. One more time. What's the time, Mr. Wolf? Все, разыгрались. It's three o'clock. What's the time, Mr. Wolf? It's five o'clock. One, two, three, четыре, пять. What's the time, Mr. Wolf? It's two o'clock. It's two o'clock. Опа, опять хватило. Oh, Mr. Wolf. Thank you. We're both a bit. So let's go over here. Let's go back to the table. Спасибо большое. Ну, вы знаете, моих познаний английского явно не хватает. На это можно смотреть бесконечно. Здесь в игровой форме сначала изучили время, сначала они услышали, и в ходе объяснений еще учитель, как вы видели, он немножко подправлял их грамматически, чтобы они правильно говорили. Потом они стали использовать, вообще слышат они это или нет, стали проверять. А вы пока объясняйте нам, что происходит. Ну, вот, они обучаются одновременно и времени, да, как говорить по времени, и одновременно учатся слышать и говорить. Слышать и говорить. Слышать и говорить. То есть это коммуникативная методика, которая грамматику дается именно в ходе говорения. У меня, знаете, какой вопрос возник, допустим, когда мы говорим же английский акцент, какой-то акцент, а вот дети не... Потом они начинают, вот, обучающиеся различать вот эти акценты, допустим, у англичан другой, у американцев другой. У нас очень, как бы, ну, мы в нашем языке... у нас британский, как бы, английский, но в ходе обучения всегда говорят отличия, да, вот есть американский английский, вот есть английский. Говорят в американском английском так, в английском английском, в британском английском говорится так. То есть всегда говорят отличия, и ребята начинают очень чисто говорить, как ни странно, потому что, ну, дети слышат хорошо, и у нас и местные преподаватели все равно тоже есть хорошие... имеют хорошее произношение, и, естественно, они, слыша, они очень хорошо говорят. А вот все-таки вообще произношение имеет большую роль, потому что обычно в фильмах я вот смотрю и говорят, ой, такой хороший ирландский акцент, русский акцент, немецкий акцент. Ну, я считаю, чтобы главное было понимание. Мы же говорим для того, чтобы общаться, да, и, конечно, красиво, когда очень красивое произношение, мы, конечно, стараемся это делать, но важно, чтобы человек мог сказать свою идею, человек, да, и коммуникативная методика именно на то, чтобы люди начали разговаривать, просто начали разговаривать, что-то говорить и слышать. Безусловно, это важнее. А потом, когда уже есть понимание, то мы подтачиваем и грамматику, и произношение, да, конечно, произношение, все в ходе урока он ставится. А есть обучающиеся, которые, допустим, если бы я училась, я бы хотела бы говорить с таким английским акцентом. А, то есть заказать акцент можно? Да, заказать акцент. Но есть у нас преподаватели из Америки, есть у нас, да, уроки, были у нас по произношению тоже, да, отдельные уроки, потому что это требуется, да, дыхательные какие-то упражнения, чтобы поставить. Это очень, ну, совершенно другие уроки. Ух ты, это отдельная методика. Это отдельная методика, да. Видишь, как. А вы сами когда прониклись любовью к английскому языку или вообще к иностранным языкам настолько, что решили вот открыть целый международный центр? Ну, самое смешное, что когда я открывала школу, я не знала английского языка. Ну, вернее, я учила в школе, но прошло 20, более 20 лет, и я, конечно, благополучно все забыла. Но было желание дать возможность людям заговорить на этом. И, честно говоря, я не ожидала, что я когда-то заговорю. Но так получилось, так получилось, что в конце концов я раскрыла свой барьер. И сначала, конечно, идет при обучении, ты накапливаешь какие-то знания, ты начинаешь слышать. Первое время у нас очень многие уже все слышат и говорят, мы не можем сказать. Да, мы не можем сказать, потому что мы очень боимся ошибаться. Но если начать говорить, это очень приятно, когда ты можешь сказать свое мнение. Наши учителя, и вообще иностранные люди, они же очень доброжелательные, открытые. И даже если ты говоришь неправильно, они поймут. И в ходе общения только практика дает возможность говорить. Вы знаете, вы доказали теорию Зигмунда Фрейда о том, что человек на самом деле говорит и делает то, чего у него самого нет. Видите, английский язык не было, но занесем английским языком. Но, во всяком случае, сделает, делом своей жизни может сделать, да. Да, это точно. Нет, ну английский язык, он действительно открывает очень много возможностей и открывает кругозор. На чем я убедилась, например, уже сейчас, если раньше я не могла ездить без сопровождения, то сейчас, ну, это спокойно могу сделать, но когда ты еще общаешься с людьми, близкими тебе по духу, и ты можешь сказать свои идеи на английском, и ты получаешь отклик и обратную связь, какие-то идеи. Ваши путешествия стали богаче и проще, я так понимаю. Это уже, да, становится возможным делать какие-то большие дела. Как здорово. Скажите, пожалуйста, как вы к преподавательскому составу относитесь, вернее, как вы его формируете, как вы повышаете квалификацию? Ну, у нас очень большие требования к преподавателям, то есть к нам и преподаватели. Во-первых, это обязательно должен быть профессионал своего дела, потому что, то есть у нас, если носители языка, это не просто люди, которые знают английский и говорят, у них есть методика преподавания. Мы постоянно еще обучаем их. Вот Джеймс как раз, он у нас директор по обучению, он помогает нашим учителям лучше заговорить, и не только нашим, а учителям вообще всего города стараемся помочь. Мы проводим различные семинары для того, чтобы повысить уровень преподавания английского языка. То есть у вас даже и курсы повышения по квалификации проводятся? Ну, не совсем повышение, мы помогаем тем, кто хочет, учителя, которые приходят к нам, и мы делимся своими знаниями, да, каким образом лучше вот маленьким детям объяснять, подросткам как лучше объяснять, как сделать так, чтобы взрослый человек заговорил, потому что многие стесняются, есть у многих страх. И вот каким образом снять этот языковой барьер. А вот у меня, допустим, так, я практически очень многую часть того, что говорят на английском, понимаю, но когда я сама хочу что-то сказать, и может быть, грамматика тоже есть, но вот словарный запас. Вот со словарным запасом, может, какие-то есть такие емкие советы, лайфхаки. Как это называется-то, когда во сне-то обучение происходит? Забыла. Можно такое применять, интересно? Да, можно всякие штуки применять, но самое главное, это каждый день, каждый день по чуть-чуть учить какие-то новые слова. Здесь у нас очень много приложений, да, здесь это практика языка. И если вы что-то не понимаете, у нас есть словарь. Я за то, чтобы люди могли пользоваться словарем, но потом это запомнить. И когда-то это все равно всплывает в разговоре. То есть количество переходит в качество. Да, обязательно. То есть можно в день себе отметить какую-то тему, и по этой теме, допустим, новые слова каждый день изучать? Ну, как я могу по своему опыту сказать, да, я поставила себе цель, что вот дала себе срок, что в течение этого срока я должна заговорить на каком-то уровне. То есть я должна... у нас собрание проходит на английском языке, и я должна выступать на английском языке. То есть до этого, если я была с переводчиком, выступала, то сейчас мне нужно обязательно говорить на английском языке, чтобы все сотрудники знали. У нас каждую неделю проводятся собрания, и приходится выступать на английском. И то есть уровень необходимости, когда есть, человек уже вытаскивает все свои ресурсы. То есть утром встал, повторил немножко английский, вечером перед сном. Как иначе. Да, побеждать барьеры. Да. У вас есть возможность сказать нашим телезрителям, правда, на русском языке, но зато что-то очень важное. То есть может подтолкнуть их к тому, чтобы они раскрыли в себе свои способности. Ну, что я могу сказать, друзья? Английский язык – это инструмент общения. То есть не надо владеть английским языком, надо пользоваться тем, что у вас есть. Пусть хоть короткое, маленькие, какие-то знания, даже если вы знаете только то, что как вас зовут, смело говорите об этом на английском языке. Общайтесь с миром на одном языке. Ой, как здорово. Но мы, конечно, еще пока не прощаемся, потому что у меня есть вопрос. Вы сегодня сказали о том, что у вас есть внучка. Да. Каковы ее успехи? Мы ее сегодня видели. А внучка, да, входит на английский язык, языковой. Она очень живо интересуется этим языком. Уже я посмотрела, она еще рисует, и она пишет там все на английском языке, о себе рассказывает. И я очень рада, что она, оказывается, уже достаточно хорошо знает английский, потому что мы не общаемся с ней на английском языке, но я вижу, как она хорошо пишет. А сколько она занимается? Она занимается, летом занималась у нас, и два года занимается, да. При постоянном погружении, как говорится, или все-таки урывами там летом? Ну, в этом году она очень хорошо, прямо год походила у нас, в прошлом году летом ходила. За прошлый год она предпочла танцы английскому языку, но все-таки увидела, она съездила в страну англоязычную, увидела, что хорошо бы говорить. Поэтому в этом году решила ходить на английский язык. Ну, я не заставляю ребенка ходить, допустим, да, это должно быть в игру. И когда ей спрашиваешь, как тебя учат, она говорит, что она как бы не понимает, что это ее обучают. Потому что все происходит вот в такой игровой форме, и происходит ненавязчиво, да, и ребята просто впитывают язык, как они учатся говорить на своем родном языке с родителями. Понятно. Спасибо большое. Ну, очень хорошо, что вы можете в своей семье вот наблюдать такие замечательные успехи. То есть один год достаточно для того, чтобы человек и говорил, и писал уже более-менее уверенно. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам. Ну, а мы прерываемся ненадолго, на две минутки. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. И я рада приветствовать наших коллекционеров. Это Александр Гапонов. Здравствуйте. И Ирина Морозова. Здравствуйте. Но ничто, честно говоря, вас не выдает коллекционеров. Я думала, что они как художники со слегка сумасшедшими глазами, но нет, совершенно вполне нормальные, обеспеченные, хорошие люди к нам пришли, спокойные. Что же, почему вдруг вы стали увлекаться и чем? Давайте, Ирина, с вас начнем. Что у вас? Ну, началось с того, что я работала воспитателем в детском саду. Так. И там много идет изобразительной деятельности. Например, подымковской игрушки. И ставится, допустим, игрушка, и дети ее смотрят и такие же рисунки делают. Но с этим, конечно, интересно. Но я была больше как-то спортом увлечена. И любимый магазин был мой «Прогресс», как вы помните. Да, помним, конечно, давным-давно. Туда я часто бегала, я каталась на велосипеде много. И там был отдел рыболовный. Там были рыболовные колокольчики, самые простые. Вот я все на них смотрела. Чем-то они вас привлекли? Я купила. Купила, а так как сувениров тогда было мало в очень советское время, и получилось так, что на этом все закончилось. И вот после перестроечных времен начали появляться колокольчики географические. То есть люди стали путешествовать, привозить там города, страны, колокольчики, отображающие места географические. Я тоже так начала. Но мне это стало неинтересно. Потому что у всех такое есть. И это все серийно выпускается, в большом количестве. И я стала работать с авторами. То есть авторами-керамистами. Я стала писать им и просить сделать такой-то, такой-то, такой-то колокольчик. Как вам это в голову пришло? Вот. Заинтересовала меня тема национальные костюмы, народы сначала нашей страны, а потом мира. И даже бывало, что я сама рисовала эскиз. Писала, отправляла, и обговаривали с мастером. И вот мастер делал, отправлял мне фотографию, если мне нравилось, я брала. То есть первый экземпляр был мой. Потом они просили у меня разрешения на продажу. Вот это да. Вот. То есть получаются у вас авторские работы. Да, авторские работы. И у меня есть такой колокольчик, колокольчик и две свистульки. Наверное, помните такую потешку? Жили бабуси, два веселых гуси. Один серый, другой белый, два веселых гуси. Вот. У меня бабушка, я нарисовала такую. И два гуся под мышкой. Мне сделали такой колокольчик, а гуси были свистульками. То есть два в одном. И вот этот колокольчик, он уехал в Японию. Вот этот? Они закупили его в количестве 500 штук, при пробную партию. Мастеру очень благодарна. Но она долго меня упрашивала, но мне не хотелось, конечно, ей давать разрешение, потому что мне нравится эксклюзив. Но ничего, вы себе же еще нарисуете. Ну вот это только началось, это по ветре, и вот работать с мастерами. Поэтому еще мало таких. Понятно. Слушай, как здорово. Ну, нравится. Александр, теперь вам слово. А у меня все произошло как бы... Я захотел улучшить шахматную игру свою, и начал покупать книги. Ну, изучать дебюты. Вот. И потом как-то одна, вторая, а потом на значки перешел, на монеты. И все, что связано с шахматной тематикой. То есть у вас шахматная тематика во всех ее проявлениях? Да. Книги, значки, марки, банк. Как дома отнеслись к этому? С пониманием. С пониманием? Да. А где храните? Дома. Дома? Да. А сколько места занимает? Да, это же как-то... Ну, один шкафчик небольшой. Пыль надо вытерать. Пока что, подожди, это пока что. Ну что, давайте, я предлагаю пройти и посмотреть наши коллекции. Да. Потому что всегда интересно рассмотреть все вблизи. И меня сразу, конечно, удивили, когда сказали, ну, перед тем, как мы с вами общались, я, конечно, знала, что вы собираете колокольчики, а вы значки из шахматы. Но я думала, что у вас шахматы такие всякие резные старинные фигуры или там из хлебного мякиша вылипленные какие-то. А колокольчики я даже не представляла, думаю, ну, наверное, разные колокольчики. А что это авторские работы в единичном экземпляре существующие, я, конечно, не предполагала. Что у нас есть такого вот... Ну, вот я сначала хочу сказать, что тем очень много, да, в разделе колокольчиков. Географии, животные, предметные. Вот немножко принесла показать предметные колокольчики. Их очень любят дети и взрослые. Это бронзовые колокольчики. Как вы видите, они сделаны, воплощены старые вещи. Вот керосиновая лампа, да? Телевизор. Причем ламповый телевизор, да? Дети часто на выставках говорят, что это... Не догадываются, что это телевизор, говорят, что это микроволновка. Микроволновка, да. А, точно. Старинный утюг. Вот этих вещей уже нету, да? Да. А они вот остались в памяти. Но чайник еще бывает. Эмалированные чайники, вы знаете, да, появляются. Ну, это вот предметные. Но вот это вот уже народы... Это нашей России. Немного. Вот расскажу вам. Вот это вот кубанские казаки. Костюмы. А можно их послушать? Можно. Как звучит? У всех колокольчиков... Вот так. У всех колокольчиков разный звук. Почему? Потому что это зависит от звука, от глины, от обжига и величины. Вот это татарские колокольчики. Это вот парочка из Татарстана. А вы туда их покажите. Парочка из Татарстана. Подержите, подержите, подержите прям. Позвените. Парочка из Татарстана, она звенит по-разному. Да. Вещина все-таки пониже. Какая донкая работа вот. Вот тут ручки, видите, у него. Может вам помахать. Так. Вот это вот пара из Адыгеи, республики Адыгеи. Майкуб. Вот такие. Здорово. Вот это вот Северный Кавказ, Кабардино-Балкария. Какая красота прям. Это вот видите, они блестят. Это покрытые глазурью керамика. Это все керамические колокольчики. Они покрытые глазурью. Взлеском. Вот эти вот из Белоруссии колокольчики. У них другой звонок. Слышите? Они все звучат по-разному. Ножками. А ножками. Язычок у них, у колокольчиков, то, что создает звук, это язычок называется. Вот они звучат ножками. Вот это пара якутская. Сделана фирмой Чирон 21 век. Там работает мастер из Узбекистана. И вот он изредка делает колокольчики. В основном на посуде. Тоже видите, какой он хороший. Да. А вы все эти фигуры сами рисуете, да? Нет, не все. Вот это не моя. Есть вот эти вот. Вот это из Удмуртии. Тоже видите, в национальном костюме. Тоже ножки у них. Их тоже совсем другой звук. Вот это возьму по-другому. Красота. Используют это как оберег? Оберег, да, используется, но в основном используются валдайские колокольчики. Я сейчас расскажу. Вот это из Чувашьей колокольчики. Ой, у них немножко по-другому. Такие звонкие прямо. Это Чувашки. Ну, а это Бурятия. Так. Изолон-Удэ. Изолон-Удэ. Это делают муж с женой. Муж делает керамику, а жена расписывает. Вот. И у каждой игрушки своя история. Да, своя история. Расскажите, как вы их рисуете? Ну, эскизы беру в интернете, нахожу национальные костюмы. Людей в национальных костюмах я рисую эскизы. А у вас образование же не художественное, я так по ним полагаю. Я воспитатель детского сада. Получается, работа именно в детском саду, она... Ну, у нас там была изобразительная деятельность была, когда мы учились. Мы научились с именой. Методика преподавания. Я рисовала неплохо. Хорошо. Еще хочу сказать, что у нас будет 2 июня съезд коллекционеров. И там вот как раз будет тема раскрываться дружба народов. О, как здорово. И там можно будет увидеть. Вот там я буду выставляться, там будут вот эти колокольчики. Плюс еще будут, это малая часть, еще есть колокольчики арабы, голландцы. В общем, очень много разных. Узбеки. Просто все невозможно принести за раз. Понятно. Приобрести, значит, могут, да? Могут. Там будет и выставка, и ярмарка. Можно пополнить коллекции, можно посмотреть. Много будет улусных у нас коллекционеров. Так, теперь переходим к шахматной тематике. Теперь у меня открыли глаза, и я понимаю, что это действительно все о шахматах. Когда мы с тобой первый раз сюда подошли, я как-то не подумала, что это все одной тематики. Это все одной тематики? Да, все шахматы. Это же шахматы. Да, да, да. Я помню, у нас были такие шахматы в детстве. Дорожные. Это шахматы на шпажках. Можно в дороге играть, да? Они не выпадут. Да. Устойчиво. Смотри. То есть ты их берешь, осторожно, и вот так вот, так, 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 и они не падают. Дорожные. Да, дорожные шахматы. Ой, как хорошо. Осторожно, здесь все можно пасть. Так, что еще? Тут представлены монеты. Ну, в основном тут олимпиады, которые проходили шахматные. Это вот в Ханты-Мансийске была олимпиада. Шахматные мэтры. Это специализированные мэтры. Чемпион мира Михаил Ботвинник. Тоже российский шахматнист Чегорин. А вот интересная монета, квадратная, венгерская. Ух ты. Монета, да, необычайная такая. То есть у них есть такие монеты. Да. Так, ну я вижу, у вас еще и даже... Почтовые карточки. Почтовые карточки. Да. Ну и конверты сами же тоже. Это тоже шахматные, получается. Да. Тоже шахматные. Это вы специализировано как-то ищете или все это как-то попадалось вам в пути? Нет, специально ищу. Ну, где-то на аукционах. Кто-то дарит, конечно же. Ну, теперь, когда у вас есть такое увлечение, вам, наверное, сделать подарок легче. Вообще коллекционеру легко угодить? Ну да, я думаю, да. Так, а вот это что за альбом? А это марки. Марки? Тоже на шахматную тематику. Так, чуть-чуть-чуть-чуть, давайте я возьму в руки, потому что мне хочется их пока... Тяжело смотреть. Так, а сами вы в шахматы тоже играете? Играю, ну, примерно первый разряд. Первый? Ух ты. Ну, в основном в интернете играю. А есть какие-то мечты продвинуться по шахматной линии дальше? Ну... Или шансов нет? Как вы это отцениваете? Нет, есть. Ну, если заняться, читать книги, можно, в принципе, кандидатом в мастера спорта. Ну, а дальше уже, конечно, тяжеловато. Сколько тем? Даже книжка есть в шахматной линии? Да, эта книжка интересная. 1938 года. Тут все рассказано, что было в 36-м году в шахматном мире. Они каждый год уже выпускались? Ну, раньше, да, да. А почему в 36-м году? Ну, именно... Какой достался? Потом есть 37-й, вот я нашел такую книгу. А, именно 36-й только год. Это самый первый выпуск. Ух ты! Второй выпуск, да. Так это ничего себе, раритет буквально. Да, раритет. Ну что, я, конечно, хочу пожелать вам успехов во всем, но мы еще не расстаемся, потому что хочется спросить. А... Значки. Да. Значки как вы собираете? Меня удивляет, что значки... Ведь здесь, смотрите, очень старые здесь есть значки. Сколько значков? Что-то жена мне подарила, что-то я сам приобрел. Где-то поменялся. Вот. Вот так вот. И так оно все приходит. Ну, вот эти вот, допустим, значки, они идентичны. Это что? Да, это шахматные фигуры. Именно набор, как идет. Покажем. Залетели. Покажем. Вот эти вот значки, они что означают? Почему они одинаковые? Шахматные фигуры. Это пешка, конь, офицер, тура, ферзь, король. Ты можешь изучать по... Ну что, спасибо вам большое. Я надеюсь, что 2-го числа очень многие любители коллекционирования, очень многие люди, которые чувствуют какие-то позывы в душе, но не знают, как их воплотят, воплотить придут к вам, увидят все это и уже тогда на месте решат, будут они что-то коллекционировать или нет. А если будут, то что? Потому что наверняка каждый найдет что-то себе по желанию. Ну что, мы с вами не прощаемся, у нас впереди реклама, так что советую далеко не отходить, мы сейчас тему будем с Аней развивать. Тема настолько хороша, что мы решили продолжить. Дело в том, что не раскрыта еще тайна вашего количества, ваших колокольчиков. Потому что вы говорите, что здесь представлено малое количество. Но где же они помещаются? Дети, внуки, там гости какие-то, они же могут упасть и разбиться. Как вы решаете эту проблему? Ну, колокольчиков у меня 2300 вообще. Боже мой, 2300! Разная тема. Есть хрустальные, бронзовые, серебряные наши якутские, керамика, вот такие вот, стекло. А вы для них выделили специальный шкафчик, получается? Ну, конечно, столько разместить в квартире. У нас двухкомнатная квартира, это просто невозможно. У меня есть, конечно, витрины, но я меняю их экспозиции. Например, вот к Новому году я выставляю новогодние рождественские колокольчики. А, то есть они еще не все стоят на виду? Да. Я их убираю, и 8 марта я выставляю только женщин, девушек, девочек. И вот так вот они у меня меняются. То есть они не надоедают мне, и в то же время я их всех вижу постепенно. Понятно. Ну, со временем, я думаю, вы откроете какой-то маленький зальчик такой. Я, во всяком случае, желаю вам вот этого, потому что это очень интересно. Хотелось бы, хотелось бы, это мечта, конечно. Ну, дай бог, чтобы она воплотилась. Скажите, как ваша жена поддержала вас в вашем увлечении? Я знаю, что она поддержала вас в вашем увлечении шахматами. Ну, да. Ну, она только против того, что книг много, а это пыль собирается. А, ну вот. Я о том же. Я сразу подумала, а как пыль вытирать? Ну, пылесборник. Пылесборник. Тем не менее, я пылесошу, например, все свои полочки. У меня их много до потолка. Вот так. Тяжело. А вообще коллекционер, он как бы, у меня вот, знаете, как-то это родилось, родился именно такой вопрос. Вот из чего начинается... Коллекционер, да. Да, вот желание коллекционировать. С какого момента? С интереса. Интерес познать, не только собирать. Вот есть собирательство, есть коллекционирование. Собирательство – это человек, который просто собирает. Вот как Плюшкин. Собирает, собирает, ему нравится. Вот нравится, просто понравилось, и он собирает. А коллекционер, он берет, и ему интересно, что за этим стоит. Историю узнает. Историю узнает. Ну, кто сделал, откуда, почему, зачем. Понятно. Вот это вот есть коллекционеры. Хорошо, спасибо. Я надеюсь, вас становится больше и вам интереснее. И нам интереснее тоже рубрика «Ностальжи» будет продолжаться. Ну, а впереди у нас замечательный сюжет, который стал уже у нас постоянным. Я думаю, что он вам очень понравится. В мире столько мест, что хочется все непременно увидеть своими глазами. Сегодня мы расскажем о пяти из них. И открывает наш список грандиозный и неземной вид Ниагарского водопада, который навсегда поражает воображение. Удивительно, что при сравнительно небольших перепадах высоты все источники очень широкие. А вода бьет с такой силой, что ее рев оглушает. Именно поэтому Ниагарский водопад считается одним из самых больших и шумных на всей планете. А по живописности это место настолько прекрасно, что побывав тут единожды, вы будете часто вспоминать о нем и делиться впечатлениями с друзьями. А этот природный объект находится на Гавайях – остров Оаху. Называется он «Лестница в небесах». Это уникальная по красоте горная тропа, проходящая прямо по вершинам небольших гор. Для удобства туристов удивительный объект обнесен перилами. Со ступенек этой лестницы открываются просто завораживающие виды, как на небесные красоты, так и на долину. В Бельгии есть красивейший бор. Он очень знаменит не только в родной стране, но и по всему миру. Чем же? Каждую весну здесь распускаются необычные лесные цветы. Колокольчики. Они были бы совершенно обычными, если б не их количество. Ежегодно бор будто выстилается синим ковром, потрясающим и своим видом, и тонким ароматом в воздухе. Казалось бы, нет ничего более величественного и бесшумного, чем бескрайние пески до самого горизонта. Однако и пустыни бывают удивительными по своей красоте. В Нью-Мексико есть долина, которая носит название Тулароза. Она уже сама по себе прекрасна. Но есть тут и более необычные места. Это Белая пустыня. Названа она так за то, что пески имеют не золотисто-желтый, а глянцево-белый цвет. Может показаться, что вы очутились в жаркой зиме. Еще одно удивительное по своей завораживающей красоте место – это австралийский парк Порт Кэмпбелл. Здесь особенно поражает береговая линия парка. Она вся исчерчена скалами различных, порой очень даже причудливых форм. На этом все. Путешествуйте и узнавайте этот мир. Я, наверное, впала в детство. Не могу расстаться с колокольчиками. Но я буду с собой сейчас разбираться, потому что мне в этом поможет Аня и рубрика «Счастье быть с собой». Ну что ж, недаром, наверное, я рядом с собой поставила эти фигурки. Не фигурки, а колокольчики. Да, колокольчики, да. Именно вот с парой такой представителей кавказской национальности. Горячие люди. Горячие и в то же время с такими четкими законами, предписаниями, которые они выполняют и передают. Да, но они же не считают, что это их ограничивает. Вот. И сегодня мы поговорим о том, как сказать, знаешь, Оля, вот когда ты влюбляешься, можешь ли ты назвать, допустим, новая любовь? У нас тема сегодня любовь... Ой. У нас сегодня новая. Новая. Да. Ну а я хочу поговорить о новой любви. И вот интересную тему я недавно для себя раскрыла, тему искренности женщины в отношениях. Да. Вообще, оказывается, женщину определяют как женщину благословляющую и женщину, наоборот, проклинающую. Как же так? А говорили же, хозяйка там... Для мужчины, по отношению к мужчине. Мама, хозяйка, там и еще одно слово, которое нельзя говорить. Смотрите, как это, оказывается, происходит, да? То есть, как вообще возникает новая любовь? Вот как возникает новая любовь? Как ты понимаешь, что у тебя любовь к этому человеку? Раньше я бы сказала, что это биохимия. Ну, то есть, я все списывала на какие-то химические реакции, которые происходят в организме, когда я там вижу, вдыхаю, там запахи какие-то и так далее. Что-то химическая реакция, она во мозгу и во всем организме, и вот она мне дает такой результат. Сейчас я понимаю, что это не так, конечно. Что здесь зависит от поведения человека. Он мне может нравиться, и я уже, думая о нем, направляя туда свое внимание, к нему, я расчет, так сказать, вот его фигуру, да, можно сказать. Я люблю его. Не даром же говорить, я его слепила из того, что было. Вот я из каких-то своих чувств, желаний, слепляя вот эту фигуру, вот эту, я ее люблю. Она иногда к реальному человеку-то не имеет отношения, но мне кажется, что имеет. Вот смотри, Оля, думаю, да, вот когда мы говорим, вообще, слышала из речения «Сердце знает все»? Слышала. Вот. Когда женщина как раз-таки руководствуется выбором сердца. Так. То есть не выбором вот разума. То есть когда женщина думает, допустим, увидела мужчину и говорит, и думает про себя. Угу, хорошая партия, надо бы за него выйти, из него я сделаю того-то, сего-то. Ну что это такое? Разве это хорошо? Видишь? Да, это разве хорошо? В этом плане мы можем говорить об искренности? Можем, конечно. Она искренне желает сделать из него что-то. Это искренность. Но это искренность ее желаний. А здесь не подразумевается другой человек, он как бы как субъект, он не существует. Она из него, видите ли, лепит. Искренне ли именно по отношению, когда мы говорим о теме любви? То есть получается, что вот эта искренность, оказывается, на что влияет? То есть когда женщина выбирает сердцем, а не разумом, когда она начинает доверять, верить своему выбору, то есть мужчине, которого она выбрал сердцем, то тогда оказывается, эта энергия, она окрыляет мужчину. Окрыляет так, что мужчина может взлететь на тысячные километры вверх, да, и победить очень многие вещи. А когда женщина не верит своему мужчине, это уже начинает его как бы убивать. То есть когда женщина не верит мужчине, мужчина как бы не хотел, он даже и на сантиметр, говорят, не может возвыситься. Так, но не забывая о том, что когда мы говорим вот женщина то, женщина сё, у многих создаётся впечатление, что за всё ответственна именно она. Это так? Вот, как раз об этом я и хотела сказать. Но при этом это не означает, что только из-за того, что женщина не доверилась мужу и муж не окрылился и не полетел. Извините, доверие это стоит большое. А, то есть он должен постараться, чтобы она ему доверилась? Естественно. Доверие это необходимо заслужить. И если мужчина действительно заслужил это доверие, то женщина одарит его этой энергией, которая его окрылит на все будущие победы. Ничего себе. Вот это теория. И значит она тебе понравилась, да? Она мне очень понравилась. Это потому, что ты окривляешь своего мужа, да? Да. А, вот поэтому она тебе и понравилась. А то так, если бы ты обнаружила вдруг, что муж чем-то недоволен, что ты не так хорошо к нему относишься, что ты не очень сильно ему доверяешь, и тогда ты бы избрала иную теорию. Да. В этом прелесть множества теорий, понимаешь? Да, с одной стороны, да. Но когда ты смотришь, как бы сравниваешь разные... Да, всё познаётся сравнение, ты совершенно права. Когда сравниваешь, да? Когда сравниваешь, то да, действительно, ты понимаешь, что тот или иной, как говорится, метод или та или иная ситуация, она как бы больше имеет положительный результат либо отрицательный результат. То есть здесь, если смотреть действительно на те пары, которые, где женщина выбрала свою любовь, там, за один день буквально, вот она взяла его за руку и сказала, всё, это мой, я за ним. Так мой или за ним? Вот видишь, даже в этом противоречие. Мой это, конечно, да. В этом плане, если даже обратиться к вере и к религиозным понятиям, то нельзя говорить, естественно, ни про кого мой. Это я неправильно выражена. Да вообще, наверное. Нет, ну, воображать мы можем что угодно, а у жизнь растает всё по местам. Всё равно желаем никому не ошибаться. Иногда такие хорошие радости в жизни, очень такие неожиданные находить и познавать всё новое. Именно поэтому мы сегодня... Жить, слушая своё сердце. Да, и жить, слушая своё сердце. Мы сегодня поэтому выбрали такую тему, что всё новое кроется иногда даже в хорошо забытом старом. Оно способно подарить нам новые идеи, новые возможности, новые желания. И значит, мы сотворим что-то новое. Будьте с нами, далеко не отходите. Мы встретимся через неделю. Пока. Пока.